Три недели остаются у белорусов и иностранных любителей бега, желающих принять участие в Минском полумарафоне, чтобы подготовиться пробежать свои дистанции. Как присоединиться к мировому беговому движению и не поздно ли начинать прямо сейчас тренировку? Вот в чем вопрос. Поговорим об этом с менеджером Белорусской Федерации Легкой Атлетики Дмитрием Демидиком и мастером спорта международного класса, серебряным призером чемпионата Европы по кроссу в эстафете Ольга Немогая у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий, ну начнем с вас, пожалуй, как организатора, да, в общем, этого такого крупного проекта, которого с нетерпением ждут все, причем, мне кажется, как участвующие, так и те, кто просто даже наблюдает за этим процессом. И все же, главному, идет ли еще подача заявок, можно ли еще зарегистрироваться на Минский полумарафон? Да, конечно, заявки принимаются вплоть до 10 сентября. В этом году мы поставили лимит участников 11 тысяч, и пока не наберем 11 тысяч участников, мы будем вот до 10 сентября. То есть это лимит такой, которого обязательно нужно достигнуть. Ну а по предыдущим, так сказать, годам, этот легко лимит достичь? Могут желающих в Беларуси бегать? Да, легко. Я думаю, мы лимит в 11 тысяч участников наберем. Раньше в связи с эпидемиологической ситуацией был чуть-чуть лимит поменьше. Мы сейчас пытаемся увеличить. Ну, я думаю, вполне реально 11 тысяч набрать участников. Ольга, теперь вам вопрос. Мне вот любопытно. Сейчас кто-то посмотрит ваше интервью и скажет, все, хочу, хочу. Давно мечтала, получается, в полумарафоне побегу. Вот для тех, кто не бегает, честно говоря, вот так вот, ежедневной жизни, за сколько им стоит начать готовиться, чтобы все-таки пробежать действительно марафон? Сейчас еще успеют они начать подготовку? Сейчас, в принципе, успеют. У нас еще три недели до старта. И я думаю, к самой минимальной дистанции, 5 километров, мы, конечно же, можем подготовиться. Даже человек, который никогда не занимался, естественно, надо учитывать тот фактор, который состояние здоровья. Начинать с этого. Если нет никаких противопоказаний, то, да, пожалуйста. Ну и, конечно, еще один из моментов, это создать какую-то группу, или сейчас достаточно много единомышленников, с которыми заряжаешься вместе и готовиться. Это действительно круто. Ольга, скажите, а как правильно готовиться? То есть вот это должны быть систематические тренировки, вот расскажите. Да, конечно, это тренировки, которые увеличивается нагрузка с каждой неделей, то есть на 10% надо увеличивать от того, что вы проделали, количество тренировок в неделю. То есть если вы пробегали там, выходили бегать там три раза в неделю, то там можно уже увеличивать до четырех. Прямо каждый день бежать? Можно и каждый день. Ольга, вот если кто-то не бегал до этого, какова должна быть дистанция при первом забеге? Ну вот на тренировке я имею в виду. Вот, допустим, я рассчитываю на дистанцию 5 километров на полумарафоне. Мне что, сразу 5 километров на первой тренировке постараться пробежать? А сколько? Надо пробежать, насколько вам позволяет ваш организм. Да, насколько пульсовые зоны посмотреть, то есть ориентироваться только на свое самочувствие, на свое состояние на сегодняшний день. И это самый верный и грамотный совет, так что задумайтесь, друзья, кто планирует это сделать. Дмитрий, вопрос к вам. Не только же у нас есть дистанция 5, там 10, 21 километр, еще к тому же новые маршруты разработаны в этом году. Расскажите о них. Да, маршруты поменялись не так существенно. Основное новшество – это старт будет возле стадиона «Динамо». Так. Маршрут будет также проходить возле цирка, возле театра оперы и балета, музея Великой Отечественной войны, дворца спорта и других достопримечательностей Минска. Но главное отличие, как повторюсь, это стадион «Динамо», старт будет и финиш там. Вот любопытно, кстати, для многих участие в таком полумарафоне – это еще сообразный тимбилдинг, когда, да, всем офисом готовятся, даже продумывают какие-то костюмы. Вот что вам запомнилось, может быть, из предыдущих лет проведения? Какие-то особые интересные решения креативные вспомните? Ну, очень интересно были бегуны в национальных костюмах, в костюмах викингов, мультипликационные персонажи были, также супергерои, ну, это часто встречается. Очень разнообразные костюмы участников. В общем, это такое развлечение для взрослых. Ты смотри, отчасти это нагрузка все-таки, да, с какой-то атрибутикой бежать тяжелее. Но, с другой стороны, это хорошее настроение не только для тебя и твоих коллег, но и для всего города, кто просто наблюдает, стоит. Ну, еще, конечно же, главное участие, мы понимаем, но есть же и призовой фонд. Да, в этом году призовой фонд составит, ну, Минского полумарафона составит 50 тысяч белорусских рублей. Это на все дистанции, такой вот в этом году. Ну, это хороший мотиватор, скажу я вам, очень хорошая, хорошая сумма. Ольга, вот такой вот вопрос, мы же вас тоже увидим на дистанции в этом полумарафоне, сколько побежите, 21 километр? Да, 21 километр я буду принимать на этой дистанции второй раз. Участие, ну, посмотрим, проверим свои силы. А какие цели ставите? Вот победить себя предыдущую, вы говорите, что у вас... Предыдущий результат, да. Всегда быть лучше, чем была в прошлый раз. В прошлом году час 20 я пробежала, ну, весьма успешно для себя. А вы по году сколько рассчитываете? Примерно так, сколько ставите себе время? Пока не ставлю никаких целей. То есть как получится? В плане, нет, не как получится, просто будем исходить тоже из своего самочувствия и смотреть, как будет складываться сейчас эти три недели. Ольга, любопытно, а вот берете ли с собой друзей, ну, вот не спортсменов, допустим, как-то их мотивируете бежать с вами? А мужа периодически предлагают, давай, давай. Муж не сопротивляется? А вы главный друг? Ну, не сопротивляется, пробовал уже, он никогда тоже не бегал. И сейчас приобщаю к этому делу и, в принципе, не сопротивляется. Ну, мы заговорили о времени и дистанции, а вот как действительно рассчитывается результат каждого участника забега? Дмитрий, да? Смотрите, на дистанции 10,21 километров в пакет участника каждого идет электронный чип. Он прикрепляется на номер, и время каждого участника от старта, проходя все отсечки времени и до финиша, будет видно в интернете. Ну, каждый участник на этих дистанциях увидит, как он преодолел дистанцию. Свой результат, да, здорово. Ну, кстати, есть такая, мне кажется, особенность этого полумарафона, да, принимают участие не только взрослые, и я знаю, что на дистанцию 5 километров вы допускаете детей от 12 лет, но есть еще и детский забег, да, расскажите об этом. Какой возраст? Совместно с фондом ООН и ЮНИСЕФ мы проводим детский забег деток от 3 до 12 лет. Дистанция будет 500 метров, каждый финишировавший ребенок получит медаль на финише. Все собранные средства на этом забеге пойдут на поддержку инклюзивного образования. Ну, это очень важная тема, которую стоит развивать, поэтому это очень доброе дело, действительно благое. Ну, тоже нужно заранее, так понимаю, деткам зарегистрироваться, да, то есть родители должны помочь. Да, да, ну, забег бесплатный, кто хочет внести свой вклад, может внести, а так любой желающий может бесплатно зарегистрироваться на сайте Move4Good и участвовать в детском забеге. Слушай, ну, надеюсь, что вот наши сегодняшние гости вдохновили всю Беларусь на то, чтобы проводить отдых в движении, да, по крайней мере в беге, а почему бы и нет, даже хотя бы на дистанцию 5 километров. Если нет опыта, вот Ольга сказала, что все равно пробежите 5 километров без проблем. Хотя бы 5. Ну, а мы благодарим наших гостей за эту хорошую информативную очень утреннюю беседу. Напомню, что с нами у нас в гостях был менеджер Белорусской Федерации легкой атлетики Дмитрий Демидзик и мастер спорта международного класса серебряный призер чемпионата Европы по кроссу в эстафете Ольга Немогай.